Слава Богу 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 Слава Бог Слава Богу Слава Богу Слава Богу Он тот агнец, что бьющим слов не произнес. Он святой есть агнец Божий, и порок, и грех. Не коснулись его тоже, как и аксел тех. Христос Пасха, избавление не от египтян. Он есть наше примирение, путь для христиан. Он избавил от проклятий вечного суда нас, которые когда-то жили в зле всегда. И еще одна задача. Чтобы Пасху есть, нужно квасного остачи, сердца все унесть. Прежде есть соприсноками нашего Христа, чтобы квасными делами не сквернить места. В жизни нашей, обыденной, много есть веществ, красящих собой отменно все вокруг, что есть. Для примера же хотя бы, хоть немного взять, их закваской или дрожжами будем называть. Есть способность в человеке слух распространять. Этим может он навеки души окислять. Но бывает слухом ложным полнится земля. И какой-то доничтожной скажется молва переносчиков народе. Слово Божье бьет. И способность эта вредна. Пусть она умрет. И такие дрожжи часто в сердце есть людей, гневаются понапрасну на своих друзей. Нет вины на сердце брата или же сестры, а у гневливого вверх взятые дрожжами внутри. И бурлят они, и пенят, бродят, как в меху. Человек такой не ценит Божию виху. Гневающийся напрасно подлежит суду и отсюда очень ясно квасным на беду. Есть закваска угрызений ближних и друзей. В ней так много окислений вредных для людей. Угрызая вид друг друга, можно истребить, угасить Святого Духа, так ли нам любить? Слово Божие вещает средь заповедей. Любит тот, кто полагает душу за друзей. Есть закваска лицемерия в некоторых сердцах, а такое сердце верно лишь в светом в глазах. Человек такой мечтает много о себе, на другом грехи считает, как сучки в бревне. А бревна в собственном глазе не заметит он. Сорт дрожжей при всяком разе здесь не превзойден. И еще одна закваска о себе дает знать. Ссоры, распри, разногласия, все вокруг кислят. на сердцах людей сварливых где-то в уголке много лет лежит кваслива закваска в муке. Аж потрескалась от силы кислоты своей, она будет до могилы сквашивать людей. Это сильная закваска. В ком живет она окружающим опасна и себе вредна. В нашем сердце пусть владыкой будет Божий мир. Мир небесный, мир великий, ссоры умертвив. Многие сердца попали дрожжи отсюда. Бродят они безустали везде и всегда. Судят ближних, судят дальних строжайшим судом, не пропустят номинальных деяний и слов. С неба властно надирает судья, глядит, кто ж, друзья, вам позволяет ближнего судить. О, не будьте бессердечны, он заговорил, чтоб за это судом вечным Бог не осудил. всех дрожжей и всех заквасок нам не перечесть. Все пороки, все лукавства квасные и есть. Коль Христос есть наша Пасха, встанем ее есть. Не со старой закваской, как слыхали здесь. Станем есть соприсноками всякой чистоты, чтобы квасного между нами не было. Аминь. Как мог сказать, что ты Христа не знаешь, как мог сказать, что не видал Его любви Его совсем не замечаешь. О, ты не понял, не искал Его. Любви Его совсем не замечаешь. О, ты не понял, не искал Его. Христос грешил и падал непрестанно, Христос смотрел и плакал на кресте. Ты гвозди забивал живые раны, забыв о Боге истине добре, ты гвозди забивал живые раны, забыв о Боге истине добре. О, если ты хоть разу изголовья приняв Христа, молился сей душой, ты был тогда, а мы в Христовой крови, тогда ты был с Христом, а Он с тобой, тогда ты был, а мы в Христовой крови, тогда ты был с Христом, а Он с тобой, Если б ты искал его упорно Как правду ищут, ты б его нашел И жизнь свою не прожил бы позорно Он сам тебе как след и жизнь вошел И жизнь свою не прожил бы позорно Он сам тебе как след и жизнь вошел Год репрепрепсиматский сад Друзья Иисуса мир распят И в одолении один Отсу зывает Божий Сын И за камень оклик святой Он наклонил земле сырой И слов молящихся души Раздался в дремлющей тиши Отец добудет Я иду Я иду Но бы от них Нам все саду И до Бога святца И сна Така притра И садреста И ангел Божий И садреста И садреста И садреста И садреста Видна из города та тёмная гора, Уж много лет назад там распяли Христа. На крест ведён он был, и кровь за нас пролил, Хоть недостоин я и взгляда его был. На крест ведён он был, и кровь за нас пролил, Хоть недостоин я и взгляда его был. О, сколько жизни смерть Иисуса принесла, Грехи простила, радость и любовь дала. Ведь для тебя, мой друг и для тебя, мой брат, Он победил на той горе и смерть и ад. И для тебя, мой друг и для тебя, мой брат, Он победил на той горе и смерть и ад. Приходят все к концу спасительные дни, Кто не познал Христа, спеши, душа, спеши. Он за тебя страдал и грех твой убилял, Своей любовью всё и всех вокруг прощал. Он за тебя страдал и грех твой убилял, Своей любовью всё и всех вокруг прощал. Друзья, как хочется всегда Иисусу петь, За то, что Он не дал навеки умереть. Велик и силен Бог, Он любит свой народ, Как благодарен я Ему за подвиг тот. Велик и силен Бог, Он любит свой народ, Как благодарен я Ему за подвиг тот. Слава Богу! Церковь, мы сегодня с вами будем говорить О нашем Господе, распятом Господе, как обычно. Но я сегодня хочу начать одну тему, Которую мы решили с братьями и пресвятерами. Это послание апостола Павла к Галатам. И начиная с этого послания, собственно, Я сегодня хочу говорить о том, В чём, собственно, в послании апостола Павла к Галатам, В частности, вот в первой главе мы видим, Заключается благодать Господа нашего Иисуса Христа. Я буду говорить о том, о природе благодати. И эта природа благодати заключается в том, Что наш Господь Иисус Христос отдал Себя за грехи наши. Я буду также говорить о цели благодати, Которая заключается в том, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. И я буду говорить о источнике благодати, Который заключается в воле нашего Небесного Отца. И в заключении это Евангелие благодати, Которое делает христианина причастником божеского естества. Начиная с своего послания апостол Павел говорит, Павел, апостол избранный не человеками и не через человеков, Но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскрешившим Его из мертвых. И все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, Который отдал Себя Самого за грехи наши, Чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. По воле Бога и Отца нашему Ему слава во веки веков. Аминь. Апостол Павел пишет свое послание к галатам. И вы знаете, в послании к галатам все богословы называют это манифест духовной свободы, Которую Дух Святой дает тем, кто призвал или принял Иисуса Христа. Церковные историки говорят о том, что основание реформации было заложено в комментариях Лютера. Лютер был, как мы знаем, автором реформации, который начал, это священник. И он пишет, что послание к галатам, он говорит, это мое послание. Он говорит, я как бы состою с ним в браке. Послание к галатам – это моя Екатерина. Екатерину звали жену Лютера. И вот из-за такого тщательного и смиренного рассмотрения Писания, особенно послания к галатам, Лютер вывел вот этот Божий план спасения благодатью через веру. И знаете, сегодня мы с вами немножечко поговорим об этом послании, о котором говорится, что это послание христианской свободы во Христе. Эта свобода во Христе освобождает человека, и Христос выводит человека из рабства греха и делает его свободным человеком и делает его своим детем. Апостол Павел, начиная свое послание к галатам, говорит, Павел – апостол. Я не буду много говорить об этом, но это имеет колоссальное значение для послания апостола Павла и вообще для всех посланий, потому что мы знаем, что апостолами называли тех, кто был с Иисусом Христом. Апостолов было 12, как мы знаем, но апостол Павел себя называет апостолом, тем посланником, который несет божественную истину по повелению Иисуса Христа. Сегодня мы проповедуем Иисуса Христа, сегодня я проповедую Иисуса Христа, но я никогда не могу называться апостолом, и никто из нас не может называться апостолом по той самой причине, что апостолы были наделены особой силой и властью, которую дал им сам Господь Иисус Христос, когда Он ходил на этой земле. Я почему об этом говорю? Потому что апостол Павел говорит о том, что он апостол, и он имеет эту власть для того, чтобы говорить людям об истине и говорить о том, что Господь Иисус Христос сделал. Он говорит в своем первом послании в Коринфянам, в 15-й главе, он говорит, что Иисус Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифи, потом двенадцати, потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые почили, потом явился Якову также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу. Он не врушает себя, Он умоляет себя, но тем не менее Он говорит, что Я тот, который видел Иисуса Христа своими собственными глазами. Мы, верующие люди, мы верим в то, что Иисус Христос был на этой земле, что Он Сын Божий, что Он пришел для того, чтобы спасти людей, Он взял грехи человека, Он взял наши грехи, Он пострадал, Он урм и воскрес. Мы в это верим. Но апостол Павел это слышал своими ушами из уст воскресшего Господа. Он об этом говорит. Он говорит, что Он избран не человеками и не через человеков, но Иисусом Христом и Богом Отцом воскресивших Его из мертвых. Павел получил прямо от Иисуса Христа и Бога Отца, который воскресил Христа из мертвых это послание. Он говорит, что я хочу сегодня свидетельствовать вам об этой благодати. Он говорит, что это Евангелие, которое он проповедует, это божественное Евангелие. Это не просто человеческое какое-то, знаете, измышление или какая-то человеческая философия. И приняв это Евангелие из уст Иисуса Христа, он никогда более не умолкал. На протяжении всей своей жизни он говорил об этом Евангелии. Потому что это Евангелие изменило его жизнь. Это Евангелие показало свободу, которую он может иметь в Иисусе Христе. Это Евангелие дало ему новый импульс жизни. Это Евангелие показало ему за пределы человеческого существования или нашей земной жизни, что ожидает человека, верующего в Евангелие, верующего в Иисуса Христа. Он говорит, что это Евангелие имеет божественное происхождение. И не только он это говорил, говорили и апостолы. Мы знаем, что они говорили, что вот то, что они проповедуют, это не философия. И не случайно апостол Павел, обращаясь к церкви колоссам, говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией или пустым обольщением по преданию человеческому, по стихе мира, а не по Христу. В послании к Ефесянам он говорит, никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит днев Божий на сынов противления. Много всевозможных философий, много всевозможных учений, много учителей, много религиозных лидеров сегодня. Но мы знаем, что Евангелие благодати – это одна единственная истина, потому что это истинно, и был сам Господь Иисус Христос, который ходил по этой земле, который жил, который принес нам познание о своем Небесном Отце, о Боге, который сказал, что Он есть Бог, что Он пострадал за наши грехи, Он умер и воскрес. Никто больше это не смог сделать. Нет ни одного человека на земле, который мог бы сделать то, что сделал наш Господь Иисус Христос. Он сделал это силой Небесного Отца. И поэтому апостолы говорят о том, что было от начала, что мы слышали, что видели очами, что рассматривали, что сизали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем сию жизнь. Это первое послание Анна 1 глава 1-3 стих, которая была у Отца и явилась нам о том, что мы видели и слышали, и возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом сие пишем, чтобы радость ваша была совершенна. Апостолы, которые рассказывают об Иисусе Христе, они говорят о том, мы это видели, мы это слышали, и мы сегодня вам говорим об этой благодати, об этом спасении. Апостол Петр в 2-м послании Петра в 1 главе 16 стихе, он говорит, ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитро сплетенным басням, последуя, но бывшими очевидцами его величиями. И он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесли к Нему такой глаз, сей, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И этот глаз, принявшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе. Дорогие, вот это то свидетельство, которое имели апостолы, и которое имел апостол Павел, он говорит, что мы это видели, мы это знаем. И сегодня мы воспринимаем это верой, потому что это реальные люди, которые ходили по этой земле, и которые рассказывали о Иисусе Христе. И они говорили, что Евангелие, вот это благая весть, что центром этой благой вести является Господь Иисус Христос. И я об этом буду говорить. Когда апостол Павел говорит, что он получил Евангелие не от людей, а от Иисуса Христа, он говорит о том, что это Евангелие несет благодать и мир. Мы здесь так и читаем. И всем находящимися со мною братьям, церквям Галатийским, 3 стих, благодать вам и мир. И он говорит, от кого? От Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. И дальше Павел показывает природу этой благодати, да? Он показывает цель этой благодати, и он показывает источник этой благодати и мира. Так вот, природа и суть Евангелия – это как раз искупительная смерть и воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Написано, мы читаем, который отдал Себя самого за грехи наши. И в этом заключается природа благодати. Иисус Христос отдал Себя за грехи наши, за твои и за мои грехи. Иисус Христос добровольно принес Себя самого за мои грехи, за ваши грехи, за грехи всего мира. Вы знаете, спасение невозможно получить своими собственными усилиями. Множество людей пыталось это сделать. Даже Бог, пытаясь помочь человеку, чтобы он увидел эту благодать, оставил этот духовный закон, который он дал еврейскому народу в этих десяти заповедях и в том законе о жертвоприношении. Он как бы показал через этот закон на ту благодать, которая должна прийти для того, чтобы исправить человека. Тот закон, который дал Бог и вы своему избранному народу, он просто показывал на то, что человек не может выполнить все те требования, которые Бог ставит ему. И этот закон как бы осуждал человека. И человек нуждался в благодати. Так уж устроен человек. Несмотря на то, что он сегодня живет в современном мире, несмотря на то, что вы сегодня образованы, несмотря на то, что вы сегодня наполнены всевозможной информацией, понятие того, что есть кто-то выше нас, оно где-то там на подсознании в душе существует в каждом человеке. И это невольно как бы подвигает человеку что-то сделать для того, чтобы вот иметь вот эти отношения с тем, кто выше нас. И этот выше нас никто иной, как наш Господь. И для того, чтобы мы имели с Богом эти отношения, чтобы мы правильно понимали то, что Бог хочет, потому что Он создатель, Он создатель человека. А что хочет Бог от нас, для этого собственно Христос и пришел на эту землю. И вот Он умер за грехи наши. И в этом собственно и суть благодати, которую явил для нас Бог через Иисуса Христа. Вот эта искупительная смерть Господа нашего Иисуса Христа, это самая важная часть божественного плана, братья и сестры. Все чудеса, все исцеления, все то, что делал Иисус Христос, они не были бы никакого смысла и были бы бесплодными, если бы не было искупительной смерти Господа Иисуса Христа. Все бы это осталось там, 2000 лет тому назад, и мы бы никогда об этом не знали. Да, был, наверное, такой вот чудотворец, что-то делал, чем-то удивлял людей, чем-то радовал людей, но все это осталось. Но благодаря тому, что Господь Иисус Христос умер на кресте, сегодня мы все знаем об этой миссии. Без жертвенной смерти Христа, Его служения, оно бы просто показало силу, оно показало бы могущество Божие, оно показало бы величие Божие, но Бога, с которым люди бы никогда не смогли бы примириться. Потому что Бог свят, а человек грешен. Потому что Бог всемогущ, а человек немощен. Потому что вот святость Божья, она просто не позволяла и не позволяет человеку приблизиться к Богу. Вот поэтому-то язычники приносят всевозможные жертвы для того, чтобы умилостивить это небесное могущество. Сегодня мы знаем, что небесное могущество – это наш Бог, наш Господь, который создал всю эту вселенную и который послал в мир своего единородного Сына для того, чтобы всякий верующий, он не погиб, но имел жизнь вечную. Человек никогда бы не смог примириться с Богом, если бы не было жертвы Иисуса Христа. Потому что человек не может уничтожить грех делами. Апостол Павел говорит, потому что делами закона, римлянам 3 глава 20 стих, римлянам 3 глава 20 стих, потому что делами закона не оправдывается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Так говорит апостол Павел. Человек нуждался в прощении. Человек нуждается в прощении и сегодня. И поэтому необходимо было, чтобы вот Он, да, наш Господь Иисус Христос, грехи наши Сам возьмёс телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его мы исцелились. Аминь. Если бы Христос не умер за нас, Он бы не воскрес за нас. И если бы Он не воскрес, то Павел говорит, что тогда проповедь Евангелия бы наша была бы бесполезной, тщетной, бессмысленной, и все бы люди бы остались в грехах. Но Христос воскрес. Смотрите, апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетная вера ваша, притом мы оказались, был же свидетельствами о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мёртвые не воскресают. Ибо если мёртвые не воскресают, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то вера ваша пустая, вы ещё в грехах ваших, поэтому умершие во Христе погибли. И дальше, развивая эту мысль о воскресении Иисуса Христа, Он говорит, «Но Христос воскрес из мёртвых». Христос воскрес, братья и сёстры. Поэтому природа благодати заключается именно в том, что Иисус Христос отдал Себя Самого за грехи наши. Он умер по Писанию, как говорит апостол Павел. Он пострадал по Писанию, но Он и воскрес по Писанию. В этом суть благодати. Далее, когда мы смотрим на цель благодати, то мы здесь же вот в Галатом, в 1 главе 4 стихе мы читаем, «Чтобы избавить нас от настоящего лукавого века». Это то, где мы сегодня находимся. Это где каждый день мы выходим куда и где мы живём, где мы работаем. Цель Евангелия здесь вот для нас сегодня – это избавление верующих во Христа от этого настоящего лукавого века. Так вот, смерть Христа – это как бы была операция по спасению грешного человечества. Христос, вот тех, которые поверили в Него, Он спас, Он вытащил их из этого лукавого мира. И это было единственное возможное средство избавления людей от вот этой вечной смерти, от этого вечного ада. «Смерть Иисуса Христа». Это было приблизительно так же, как было в своё время, вот случилось с израильским народом. Мы, когда читаем вот в «Деяния апостолов», когда рассказывается о истории израильского народа, то там Господь говорит «Я вижу притеснение народа моего в Египте». «И слышу стинание его, и не шёл избавить его, и так, пойди, я пошлю тебя в Египет». Это свою проповедь говорит Стефан, говоря о истории израильского народа. Я просто хочу, чтобы мы, наверное, это не помешает нам образно увидеть проблему погибели нации. Так вот, евреи могли бы просто исчезнуть из истории человечества. То, что сделал фараон, он очень умно сделал. Он сказал, что надо уничтожить этих младенцев мужского пола, чтобы эта нация перестала существовать. И он это делал, он начал уничтожать. И мы знаем, что его программа по уничтожению израильского народа была успешной. Всех детей мужского пола уничтожали. И они бы просто исчезли бы с лица земли. Но мы видим, что Бог для того, чтобы спасти этот народ, посылает Моисея. И этот Моисей, избранник Божий, он выводит этот израильский народ, ещё до конца не уничтоженный из этого рабства, для того, чтобы этот народ стал жить. И он остался жить. Вот приблизительно то же самое происходит сегодня с нами, людьми, живущими в 21 веке. Христос избавляет нас от этого рабства фараона, от этого рабства греха, в котором находится человечество, от этого лукавого века, от этой, знаете, сатанинской мировой системы, в которой находятся люди, которые установилась, эта мировая сатанинская система установилась после грехопадения человека, и она будет продолжаться вплоть до воскресения, до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Знаете, ложь, сатанинский обман везде, повсюду, радио, телевидение, интернет, газеты, всё, всё пропитано этим лукавством, всё пропитано этим обманом. И кто этим питается, а этим питается этот мир, да, тот как раз и попадается в сеть эту дьявольскую. Он теряет радость, он теряет мир, он теряет утешение в Боге. И это нас отличает от этого мира. Мы, как верующие люди, мы как бы вытащены оттуда. Мы вытащены из этого лукавого века в момент, когда принимаем Иисуса Христа. Когда я в своё время принял Господа, когда я поверил, что я грешник, когда я увидел себя грешником, когда я пришёл к Иисусу Христу и сказал, «Господи, возьми меня к себе, я хочу быть, я хочу быть Твоим сыном, я хочу Тебе принадлежать». Вот в этот момент Господь забрал меня из этого века и написано, что Он, знаете, посадил нас уже в веру в небесах, Он сделал нас гражданами неба. Всякий человек, который живёт в этом мире, но он уже не от мира, я имею в виду, христианин, да, и Христос в своей первосвященнической молитве говорит, что не молю, чтобы ты взял их из мира, да, но молю что? Чтобы сохранил от зла, чтобы сохранил от этого лукавого века, в котором мы, к сожалению, ещё находимся. А апостол Павел говорит, наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем из Спасителя Господа, филиппийцам 3 глава, 20-21 стих, который уничижённое тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Итак, природа благодати заключается в том, что Иисус Христос отдал Себя самого за наши грехи. А цель благодати заключается в том, чтобы избавить нас от этого лукавого настоящего века. Дальше мы должны, мы видим, апостол Павел говорит о том, что существует и источник благодати. Что, кто это даёт эту силу? Написано, по воле Бога и Отца нашего, это Галатам, та же первая глава, тот же 4 стих. Источник благодати как раз и есть вот та милостливая, любящая воля Бога Отца. Мы знаем, что Бог и Отец так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий Его не погиб, но имел жизнь вечную. Мы видим величие любви Божьей как раз именно в том, что Он посылает Своего Единородного Сына для того, чтобы нас избавить от этого лукавого века, чтобы вырвать из этого. И это невозможно было бы, если бы это не сила и не могущество Бога. И даже тогда, когда Христос ходил по этой земле, даже тогда, когда Он уже, собственно, должен был выполнить свою миссию, находясь в человеческой природе, Он был 100% человек, как мы, наш Господь Иисус Христос. И вы знаете, эта миссия очень тяжёлая. И когда Он находится в Гефсиманском саду, Он молится и говорит, «Отче, если бы ты благоволил, пронеси чашу сию мимо Меня». И дальше говорит, впрочем, не Моя воля будет, а Твоя. Твоя будет. Воля Небесного Отца была в том, чтобы Его Единородный Сын должен был убереть, чтобы все верующие в Него спаслись. Отец послал своего Сына на смерть, и Сын готов был умереть и умер для того, чтобы мы имели жизнь, для того, чтобы человечество имело жизнь. И каждый спасённый верующий получил избавление от грехов. Дорогие мои, сегодня всякий верующий в Иисуса Христа получил избавление от смерти, от ужаса ада, благодаря вот как раз вот этой воле Бога Отца нашего. Иоанн, как бы торжествуя, говорит о тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьи, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Как раз вот этот источник благодати и заключается в воле Бога Отца. Итак, природа благодати заключается в том, что Иисус Христос отдал Себя за самого, за наши грехи. Цель этой благодати заключается в том, чтобы избавить нас от настоящего этого лукавого века, а источник благодати заключается в воле Бога Отца. И четвертое. Евангелие, вот эта благодать, она делает христианина причастником божеского естества. Когда мы читаем послание к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, 10 главе, апостол Павел там обширно показывает нашу сопричастность с Небесным Отцом, с Господом нашим Иисусом Христом и рассуждаем о заповеди, о чаши, о хлебе, он говорит, чаша благословения, которую благословляем, не есть ли при общении крови Христовой, хлеб, который преломляем, не есть ли при общении тела Христова. Одень хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Мы причастники. Это чуть-чуть выглядит мистически, потому что, ну трудно себе представить, как это может быть, потому что это было где-то 2000 лет тому назад, но мы знаем, что для Бога нет времени, что духовно Бог соединил нас с собой, и Он говорит, мы являемся причастниками крови Христовой. Господь утверждает, это говорит, что ты являешься причастником тогда, когда ты участвуешь в этой заповеди. Ты являешься участником, да, в 10 главе, 18-21 стихом Он говорит так, посмотрите на Израиля по плоти те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника. То есть, если ты участвуешь в этой заповеди, то ты участник этой жертвенника. Что же я говорю, то ли что идол есть что-нибудь, или жертва жертвенная значит что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу бесовскую, чашу Господнюю, чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Дорогие мои, источник благодати в воле Бога, сама благодать в Иисусе Христе, и будучи святым Богом, Бог хочет, чтобы мы тоже были святыми. Он не хочет, чтобы мы участвовали в этой заповеди, знаете, по привычке. Он не хочет, чтобы мы не размышляли об этом, потому что это святыня, это смерть самого Бога. Это его страдания и это его воскресение. Он хочет, чтобы, если ты участник, то ты должен соответствовать тем высоким стандартам, которые Бог ставит в своем слове. Мы соединяемся как бы с ним, апостол Павел говорит, ибо мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием чего? Воскресением его. Зная, что ветхий нас человек распят с ним, чтобы упразднено было тело грехов, но дабы нам не быть уже рабами грехов. Вот в чем причина. И поэтому мы проповедуем, что сегодня Господь сделал все возможное, Он сделал все, чтобы освободить тебя от греха. Он освободил. Он тебе уже дал право называться и быть сыном и дочерью Божьей. Сегодня уже грех не имеет власти над тобой. Сегодня ты должен жить под тем высоким стандартам, которые Господь оставил для тебя. Только веруя в это, только принимая этой благодатью, только чуть-чуть вот укрепляя себя в этой благодати. Потому что Бог уже все сделал для тебя. Так вот, Евангелие, вот эта благодать, делает христианина причастником вот этого божеского естества. Дорогие, Господь, заканчивая свою проповедь, я хочу сказать еще раз, напомнить о том, что Господь все сделал, как мы здесь читаем в 4 стихе, который отдал себя самого за грехи наши. Он все это сделал для того, чтобы ты был спасен, для того, чтобы ты был избавлен от греха. Это написано дальше, чтобы избавить нас от настоящего лукового века. Он это сделал и сегодня принимает, и живи святой праведной жизнью. Он дал тебе возможность жить благодаря тому, что есть этот источник благодати, который является в воле Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. И да благословит нас Господь жить святой праведной жизнью, ожидая Его пришествия. Аминь. Помолимся. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя сердечно за сегодняшний день, за то, что Ты Бог воскресения нашего. Мы благодарим Тебя, что Ты любишь нас, что Ты сегодня царствуешь, и Ты хочешь, Господи, чтобы мы царствовали вместе с Тобою, чтобы мы не были подвержены этому лукавому, развращенному миру. Ты, Господи, избавил нас, Ты сделал нас своим народом особенным. И поэтому мы молим и просим Тебя, Ты благослови сегодня нас, участвуй в этой заповеди, еще и еще раз утвердиться в вере в том, что это так. Чтобы мы немало не сомневались, чтобы не было никакого даже зерна сомнения в том, что Ты, Бог, освободил нас от всякого греха. Чтобы, Господи, мы опять не вопияли к Тебе и не говорили, освободи нас, потому что Ты уже однажды это сделал раз и навсегда. Помоги, принимая этой верой, жить в святой праведной жизни. И сейчас, когда мы будем участвовать в этой заповеди, вспоминать Твои страдания, Твою смерть и Твое воскресение, даруй в благоговении, в трепете подойти к этой заповеди, потому что эти знаки напоминают нам о той цене, которую Ты заплатил. Это кров Твоя пролитая, это тело Твое ломимое. Благослови же, Господи, нас. А может быть, кто-то среди нас, тот, кто еще не принял Тебя. Господь, Ты являешься источником этой благодати. Даруй, Господи, покаяние тем, кто еще не имеет этого. Даруй покаяние нашим близким, родным, детям нашим, которые еще не знают Тебя. От нас прими благодарность. Мы поклоняемся, мы величим, мы прославляем Тебя, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Пусть страданий креста Приближался к концу Капли крови текли и по святому лицу, весь из ранен Он быть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 DimaTorzok